Попросили меня сделать такой доклад необычный. По-моему, сегодня уже все было оговорено, но тем не менее. Что же такое большой размер опухоли в понимании, так сказать, хирурга? У всех, так сказать, в своей категории такого понятия не существует. Большая опухоль, да? Мы поэтому ориентируемся на классификацию ТМН, и мы знаем, что Т2, наверное, вот это та категория, о которой мы сегодня будем говорить. Хотя некоторые считают, что опухоль больше 4 см – это тоже большая опухоль. А большинство все-таки авторов сходится на мнение, что 10 см. Вот это та опухоль тех размеров, когда возникают сложности. А какие сложности? Прежде всего, конечно, это сложности для хирурга. То есть это доступ, это объем хирургического вмешательства, это объем лимфодисекции, это инвазия в соседние органы, это кровотечение. Опять же, нужно учитывать прогноз, выживаемость и возможность продолжения дальнейшего лечения у этих пациентов. Какие доступы? Ну, я знаю, что вот здесь красным выделены те наиболее популярные доступы в Москве. Значит, Сергей Борисович любит срединную лапаротомию, Сергей Борисович любит шеврон. А вот мы с Борисом Кирилловичем больше любим тороков, ренолюмблотомический доступ. На мой взгляд, имеет значение и комбинированный доступ. Я имею в виду лапароскопический подход к сосудам, то есть выйти на сосуды, перевязать, максимально выделить почку, а затем уже переходить на открытую хирургию. Возможно, это тоже имеет достаточно интересное значение. Ну, вот как раз недавно пациента мы оперировали. Достаточно большая опухоль, которая видна глазом, как вы видите. Даже, значит, тороков, ренолюмблотомический доступ, кишка отведена медиально. Здесь уже удалена опухоль, осталась часть надпочечника. Это там оставлять надпочечника или не оставлять, часть надпочечника осталась с почкой. Польпаторном и визуальном был не изменен, поэтому мы оставили часть надпочечника. Я знаю, что в Нью-Йоркской школе наши тоже, так сказать, коллеги с удовольствием оставляют даже минимальную часть надпочечника, если есть такая возможность. Вот опухоль на разрезе 25 на 25 сантиметров. Действительно, размер опухоли относится к антонатическим факторам, прогнозы отрицательным. Но мы должны учитывать, что нельзя рассматривать размер опухоли, так сказать, однофакторно. То есть здесь еще существуют различные другие критерии, которые мы тоже должны учитывать. Это инвазия в капсулу, ламинозная инвазия, надавленные метастазы. Опять же, это степень дифференцировки по фурману, гистологический тип опухоли, сармакотоидный компонент, некроз, непростание в собирательную систему, ну и, конечно, клинический, прежде всего, это соматический статус, тромбоцитоз и так далее. На сегодняшний день существуют и молекулярные интегрированные системы, и интегрированные прогностические модели. Но я хотел бы сказать, что все-таки мы не можем размер опухоли без гистологического, без степени дифференцировки учитывать, поскольку эта система выдержала уже почти 20 лет. И она действительно коррелирует со размером, с различными другими факторами, и в том числе и с выживаемостью. Если мы говорим о гистологическом типе опухоли, то здесь при опухолях больших размеров его можно, в принципе, не учитывать. Если говорить о прогностических системах, которые включают в себя степень дифференцировки клеток Фурмана, систему ТМН, соматический статус, то на сегодняшний день одобрены только интегрированные системы классификации и модель клиники МИО. Но мограммы пока рассматриваются в плане дальнейшего изучения. И вот если схему оценки посмотреть, группу риска для пациентов с локализованным местом распространенным раком, то как раз вот эта группа Т2, да, то есть независимо от степени дифференцировки и при соматическом статусе менее 3 баллов, они относятся к промежуточному риску. То есть выживаемость 5-летней у них составляет примерно 70%. То есть мы не должны бояться этих больших опухолей, мы должны их оперировать. Но нужно учитывать, что при соединении лимфатических метастазов, лимфатические узлы, эта же группа, уже 3-летняя специфическая выживаемость спускается до 20%. Но сравнимо, кстати, с группой высокого риска. Олег Борисович со своими коллегами тоже показал, что увеличение размеров опухоли в качестве категорической перемены в непрерывном варианте сопровождалось прогрессивным снижением выживаемости. Причем, интересно, эта статистическая значимость появлялась как раз при опухолях больше 7 см. Мы здесь видим, причем при опухолях больше 10 см выживаемость уменьшалась еще в 2 раза. Наши украинские коллеги также показали, что 5-летняя безрецидивная общая выживаемость у пациентов с опухолями больше 7 см снижается примерно на 20-25%. Причем при опухолях больше 7 см 5-летняя скорректированная выживаемость вы видите, уменьшается почти в 5,5 раза, а риск рецидива увеличивается в 4 раза. И вот здесь тоже говорили сегодня о резекции почки. И действительно нельзя этого коснуться, потому что размер опухоли тоже играет большое значение. Особенно мы знаем, что размер 7 см – это критический размер, когда в некоторых ситуациях хирург решает все-таки сделать резекцию или оставить почки. Здесь очень важно знать клубочковую фильтрацию пораженной почки. Если суммарная функция почки не меняется, как мы видим, то как раз при опухолях больше 7 см статистически значимо уменьшается клубочковая фильтрация пораженной почки. Смотрите, 34 см. А сегодня Сергей Борисович как раз показывал, что 30 см, менее 30 мл в минуту – это как раз критическая клубочковая фильтрация, при которой мы можем при единственной почке получить острую почечную недостаточность. Если говорить о метастатическом раке, то факторы негативно влияющие на выживаемость здесь перечислены, вы все их прекрасно знаете, в зависимости от того, нет факторов, или два фактора, или более трех факторов, они делятся на группы благоприятного, промежуточного и неблагоприятного прогноза. И вы видите, выживаемость в группе неблагоприятного прогноза меньше 6 месяцев. Но если это группа благоприятного прогноза и, возможно, промежуточного, при отсутствии противопоказаний у этих пациентов с большими опухолями почками, циторедуктивная нефрактомия – наверное, нестандартный подход, но, во всяком случае, полезный подход у пациентов с удовлетворительным статусом. Поэтому, если говорить о циторедуктивной нефрактомии, я кратко буду о ней говорить, потому что сегодня будет доклад по ней, то можно извлечь выгоду при больших размерах первичной опухоли, небольшом объемом метастаза в группе благоприятного прогноза у пациентов с относительно удовлетворительным соматическим статусом, при оценке всех рисков существующих, ну и, конечно, отсутствии противопоказаний. Где такого найти пациента? На такого пациента найти достаточно сложно. А еще и найти хирурга, который его приоперирует. Ну, в случае инвазии, что тоже, к сожалению, сталкиваемся, да, у нас таких пациентов немного было, три человека всего, которым пришлось убрать и селезенку, и резекцию поджелудочной железы, и, соответственно, селезеночный угол толстой кишки. Серьезные, большие операции, травматичные, с учетом еще расширенной лимфоденоктомии, послеоперационный период, как вы понимаете, тяжелый, ну и выживаемость, конечно, у них у всех была менее полугода. Тем не менее, в данной ситуации, если вы замахнулись на эту операцию, конечно, нужно удалять все это единым блогом. У тех пациентов, у которых технически это возможно, и нет противопоказаний. Алгоритм клиники МИЮ, основанный на более чем 1600 пациентах, основан на анатомических и зоологических факторах, и здесь опять мы видим опухоль размером более 10 сантиметров, сюда же относятся вот эти гистологические негативные факторы, и показания крашеной лимфодисекции, они считают при наличии более или 2 гистологических фактора. И вот здесь она представлена в таблице, мы видим, что при наличии опухоли более 10 сантиметров риск метастатического поражения лимфатических узлов почти в 2 раза больше, при фурмане 3 плюс 4, значит, в 5 раз больше. Ну и если мы смотрим сочетание этих факторов, то при сочетании 5 факторов мы обнаруживаем лимфатические узлы практически у каждого второго. Опять же, Олег Борисович Лоран и его коллеги показали, что при опухоли больше 10 сантиметров частота поражения лимфатических узлов возрастает с 17 при менее 4 сантиметров до 75%. Задачу лимфатоктомии мы все знаем, но, как правило, это точное определение стадии, а в плане лечебного все это носит теоретический характер. Поэтому сегодня Сальман Хасунович достаточно интересную лекцию сказал о том, что, к сожалению, лимфоденоктомии на сегодняшний день не существует общепринятых стандартов. То есть, когда ее делать, какой объем, какие анатомические границы и ту лимфоденоктомию, которую мы делаем при опухоли правой и левой почке, она, конечно, носит рекомендательный характер. И в конечном счете, на сегодняшний день это субъективное решение, которое принимает хирург на основании своего опыта. Если мы посмотрим систематический обзор литературы по адреналоктомии, целесообразности и лимфоденоктомии при местно распространенном раке, то мы видим, что из 5400 пациентов, из 5,5, почти 1000 аптрактов, после удаления дублирующих осталось там 3600, затем 3, почти 1000 было исключено, 7 не удалось получить, изучено 252, 244 исключено, и у нас что остается? Всего 8 исследований, которые были включены в качественный анализ в отношении целесообразности адреналоктомии и лимфоденоктомии у этих пациентов. Это одно рандомизированное исследование, всем известно, и 5 сравнительных исследований, ну и здесь 2 сравнительных исследования при адреналоктомии. Вот это исследование, которое всем известно, при Т3, сегодня о нем тоже говорили, где не было получено существенных различий в общей выживаемости, хотя кажется, что через 5-летний период на 15% вроде как лучше выживаемость при сочетании радикальной лимфоденоктомии с лимфоденоктомией, но разница эта не достоверна. Эту таблицу тоже сегодня уже показывали, поэтому, наверное, не буду останавливаться, я лишь могу сказать, что при опухолях крупных и наличии негативных гистологических факторов всё-таки рекомендуется расширенная лимфоденоктомия. Но если мы посмотрим, то во всех группах, в принципе, рекомендуется расширенная лимфоденоктомия, независимо от стадии наличия и отсутствия лимфоузлов. Но если мы посмотрим мнение экспертов суммировать, то при локализованном, при отсутствии клинических данных за поражение лимфоузлов лимфоденоктомия не влияет на выживаемость. При компьютерной визуализации или пальпации во время вмешательства увеличенных лимфоузлов лимфоденоктомия не показала улучшения выживаемости, но представляется оправданной при любой стадии и размерах ополи для уточнения стадирования. Но, к сожалению, нет никакой разницы в местных или системных рецидзимах, независимо от объема лимфоденоктомии. Если касаться местно распространенного рака, то многочисленные рецидзимы поддерживают гипотезу, согласно которой лимфоденоктомия может быть полезна в группе высокого риска. То есть это Т3-4 при наличии гистологических факторов и большинство ретроспективных нереаномизированных исследований предполагают преимущество региональной лимфоденоктомии при Т1-4Н1. Теперь касаясь надпочечника. Общеизвестно, что большая опухоль, значит большая вероятность поражения надпочечника, опухоли больше сантиметров являются неблагоприятным прогностическим фактором. Ну и стадия Т3-А, Т4 также являются неблагоприятными в отношении поражения надпочечника. При локализации опухоли в левой почке частота эпсилатерального надпочечника составляет где-то от 60 до 100%. Это связано с особенностями кровоснабжения и ретроградного распространения опухолевого тромба. То же самое при верхнем полюсе. Это прямая инвазия, это распространение опухолевых клеток через сосудистую стезь и лимфогенное распространение. Тоже все общеизвестные факты. Тем не менее, всего два исследования, которые имеются и представлены в систематическом обзоре, которые не носят доказательный характер, потому что очень мало пациентов. В одной группе 15, в другой группе 17. Ну и мы видим, что без прогрессирования выживаемость при радикальной нефректомии вроде как на 20% меньше. А вот КСУ, у которого одинаковое количество пациентов было через 5-10 лет, показали, что 5-10 летняя онкоспецифичная выживаемость была одинакова, а вот через 10 лет онкоспецифичная вроде как была в 2 раза меньше. То есть, какие-то данные есть о том, что вроде бы как и надо делать адреналоктомию, но они неубедительны и доказательной базы особо не имеют. Тоже интересное исследование в отношении целесообразности адреналоктомии, потому что здесь очень много было пациентов. И всего в 48 случаях на основании радиологических интероперационных изменений надпочечника была сделана адреналоктомия. Это составило всего 2%. И всего 3-х человек было найдено прямая инвазия, метастаз, то есть это всего 6%. Затем эти пациенты наблюдались 5,5, осталось 2027 пациентов. Из них у 15, то есть это менее 1%, была произведена метахронная адреналоктомия, и у 11 из 15 только были найдены метастазы. То есть вероятность достаточно низкая. Поэтому на сегодняшний день все-таки считается, что и псилатеральная адреналоктомия, и презентация почки, и нефректомия не улучшает выживаемость. И все это делается по соображению доктора. Ну и в конечном счете, какие выводы, наверное. Что во всех многофакторных моделях прогнозирования размер опухоли повышал предсказательную точность системы стадирования. И размеры опухоли являются независимым прототическим фактором его исхода, который должен обязательно рассматриваться в связи со стадией опухоли. Статистически значимая разница в выжимаемости появляется при опухолях размером более 7 и прогрессивно снижается по мере увеличения. Поэтому, наверное, может быть, есть смысл говорить, что большая опухоль – это больше 7. Вероятно, с увеличением размеров первичной опухоли регионарная лимфоденоктомия при более дифференцированном подходе может иметь не только стадирующее, но и терапевтическое значение. И на сегодняшний день имеются данные, свидетельствующие о целесообразности расширенной лимфоденоктомии, если она технически осуществима у больных с местно распространенным заболеванием или наличие неблагоприятных факторов прогноза. Но только я хотел предупредить, что убрав такую большую почку, провозившись с ней на несколько часов, потом вам придется еще делать лимфоденоктомию, которая может привести к целому ряду осложнений. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей Иванович, за прекрасный доклад. Пожалуйста, сообщения. Вопросы, коллеги. Да, пожалуйста, Сергей Борисович. Эмболизация? Как эмболизация, 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 эмболизация. Эмболизация при больших опухолях, в принципе, очень хорошее отношение. Вы знаете, вот у нас один критерий, я не знаю, как у вас. Если почка подвижная, значит, мы ее не делаем. Если почка вколоченная, то мы ее делаем, и тогда уже идем. Но, правда, были случаи, когда почка подвижная, оказывается, она вместе, так сказать, правая почка вместе с полу и веной просто вот так вот гуляла. Поэтому здесь все идет на выбор врача, но мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день хирургические возможности таковы, что можно без эмболизации, в принципе, убрать почку. Поэтому мы к ней прибегаем, на самом деле, крайне редко. Только в случаях макрогематуреи. Еще вопросы. Да, пожалуйста. Ну, все зависит от того, что себе пациент представляет. Если там у него кровотечение было, низкие геномии, гемоглобин. Ну, я бы не делал. Еще. Спасибо, Андрей Иванович. Я, как на правах председательства, еще просто подведу небольшой итог, поскольку вопрос важный. Если говорить об опухолях больших размеров, мы подразумеваем стадия, местная стадия Т3-Т4. Для чего вообще показано выполнение нефректомии? Основное показание – это первое. У пациентов с выраженной симптоматикой, чисто паллиативный эффект. У пациентов с выраженным болевым синдромом, с лихорадкой, с повторяющимися кровотечениями – это вынужденная мера. Это одно из очень важных показаний. Даже у больных со стадии Т4. Почему даже? Потому что выживаемость больных со стадии Т4 такая же, как у пациентов с отдаленными метастазами. Мы должны это прекрасно понимать, что больного мы не вылечим. Но паллиативный эффект очень важен для многих пациентов. Второй момент очень важный – это то, что, возможно, циторедукция играет также роль для последующей терапии различными лекарственными препаратами и, возможно, улучшает их эффективность. Тоже недоказанный факт, но, тем не менее, много данных, которые об этом говорят. Это показания к удалению почек со стадии Т3 и Т4. И еще третье показание. Те пациенты, у которых даже на предоперационном этапе почка расценивается как имеющая стадию Т4 и врастающая, предположим, в печень, в поясничную мышцу, мы знаем, что у 25% этих больных уже после операции оказывается, что это не истинное врастание, а перитуморальная реакция, и что на самом деле стадия Т3. А если это стадия Т3, то это больные, которые выигрывают от удаления почки однозначно. Вот три основных показания. Поэтому, конечно же, этих больных нужно оперировать. Если говорить о лимфатических узлах, я не знаю, вот этот слайд мне вызвал вопросы, где 17% метастатическое поражение при опухоле менее 4 см. Таких, может быть, это какие-то отдельные данные, но в крупных больших рандомизированных исследованиях частота метастатического поражения лимфоузлов при стадии Т1 менее 5 см в диаметре не более, не более 5%. Ни о каких 17% речь не идет. Поэтому у больных со стадии Т1 лимфоденоктомия признана нецелесообразной. У пациентов с большими опухолями и с увеличением стадии, конечно же, риск поражения метастатических узлов существенно увеличивается. И у них удаление нипотических узлов может иметь как стадирующий характер, так и лечебный при наличии олигометастазов, отдельных метастазов, которые могут быть удалены. Вот, да, и последнее – это удаление надпочечника. Как совершенно правильно сказал Андрей Иванович, действительно удаление надпочечника, сейчас недавно вышла статья бывшего нашего соотечественника Александра Кутикова, анализ довольно большой, анализ клинических наблюдений, удаление, статья называется «Целесообразно ли удаление надпочечника при больших опухолях и опухолях верхнего полюса?» И он прекрасно элегантно показывает, что удаление надпочечника, не измененного радиологически, не показано, даже при больших опухолях, даже при опухолях верхнего полюса. Один раз на конференции меня спросили, а почему вы не удаляете, ведь они расположены рядом. А я в ответ спросил хирурга, скажите, а если у вас первичная опухоль надпочечника, вы почку удаляете? Он сказал, нет. Ну, в чем же тогда разница? Совершенно два разных органа. Продолжение следует...